До экспедиции я работал главным инженером главсюморпути по строительству. В экспедиции я был назначен начальником строительной группы, состоящей из 11 строителей. После того, как мы вышли из пролива Маточкин-Шар, мы в этот же день встретили льды. Челюскин был сильно перегружен, так как он взял лишние тысячу тонн угля для ледокола Красина, который работал в Карском море. Войдя во льды и будучи перегружен, судно получило повреждение. Надо сказать, что повреждение получают все суда, но Челюскин был не ледокол, и работа в таких тяжелых льдах для него была непосильной. Был вмят левый борт довольно сильно, и была обнаружена течь по правому борту. Пришлось сделать расчет креплений деревянных, которые быстро были поставлены, и борт был по возможности выправлен. После гибели Челюскина, которая произошла 13 февраля вечером, мы кое-как переночевали ночь при очень больших неудобствах, и, конечно, жить в таких условиях было очень трудно. На утро, как только рассвело, я учел те материалы, которые всплыли после Челюскина. А надо сказать, что лес лежал на Челюскине на палубе, и перед гибелью Боцман Загорский разрубил ванты, эти тросы, которые крепили лес топором. Но и тем, так сказать, спас этот материал, он всплыл, и мы ими пользовались. Был утвержден план строительства. Прежде всего нужно было построить барак на 50 человек, построить кухню, потом построить сигнальную вышку, и вышку для дымовой сигнализации, которой пользуются летчики при полетах в лагерь. Ну, барак представлял из себя сооружение 6 на 15 метров плене, деревянной конструкцией, каркас, обшитый тесом, снаружи в один ряд, и покрытый досками, и брезентом сверху. Центрального отопления, надо полагать, там не было? Центральное отопление состояло из двух печек, вырубленных из пустых бочек, в которых на полене по трубке сгорала нефть в смеси с керосином. Система Мартисова. Да, такой нефти требовалось 50 килограммов в сутки. Барак мы строили довольно быстро. Пола в существе там не было, только был сделан пол там, где помещались женщины и дети. Остальным полагалось лист фанеры и один слой войлока. Барак служил очень хорошим убежищем, но, к сожалению, после отлета женщин, через день или два, его надвое разорвало и развело на 20 метров. Барак предусматривал такие разрывы, и он состоял из отдельных секций, так что он не разрушился, а по этим секциям разошелся. Мы к одной из оставшихся секций приделали лишнюю стену и оставшиеся там жили.